Привет! Добро пожаловать на курс по фронтенд-разработке на канале Авитотех. Я его автор, фронтенд-инженер Василий Новиков. Сегодня мы продолжим разбирать тему работы с данными. В прошлой серии мы изучили стек и кучу, разобрали и мутабельные примитивы, и устройства памяти программы. Сегодня поговорим о продвинутой математике и так называемых проблемных числах в JS. В JavaScript есть тип данных number. Это числа и числа с плавающей точкой. ECMAScript их никак не разделяет. По этой причине вы можете столкнуться с неочевидным поведением в работе с числами в своей программе. Например, 0,1 и 0,2 в сумме не дадут 0,3. Некоторые называют это недоразумением. Другие — особенностью JavaScript. На самом деле это вполне понятное поведение, если разобраться глубже. В ECMAScript написано следующее. Значение типа number — примитивное значение, соответствующее 64-битному двоичному формату двойной точности IEEE 754-2019. Отсюда можно сделать два важных вывода. Number занимает 64-бита или 8 байт и кодируется с помощью стандарта IEEE 754. IEEE 754 — организация, которая разрабатывает стандарты в области радиоэлектроники, электротехники и аппаратного обеспечения вычислительных систем и сетей. IEEE 754 — это стандарт, который описывает формат представления чисел с плавающей точкой в памяти компьютера. Давайте посмотрим на проблему. Допустим, у нас есть число минус 7,3 в десятичной системе счисления. Я полагаю, что вы знаете алгоритм перевода целых и дробных чисел из десятичной системы счисления в двоичную, поэтому не буду его подробно разбирать. Также, чтобы упростить жизнь вам и себе, я буду называть числа в десятичной системе счисления, а их значения в двоичном коде мы выведем на экран. Мы знаем, что данные в компьютере можно сохранить лишь последовательностью нулей и единиц. Как в таком случае закодировать точку и знак минуса? Стандарт предлагает приводить вещественные числа в экспоненциальную нормализованную форму и хранить в виде набора из нескольких целых положительных чисел. S — степень знака, M — мантисса, Q — основание, N — экспонента и P — смещение. Тогда восстановить исходное число можно по формуле. — минус один в степени S, умноженное на один плюс M, умноженное на Q в степени N минус P. Выглядит сложно, да? Но разберем на примере. Допустим, наше исходное число — 150. Попробуем сохранить его в память компьютера с помощью стандарта IEEE 754. Первым шагом приводим число к экспоненциальной форме. Экспоненциальная форма числа — форма, в которой число представляется в виде формулы M, умноженное на Q в степени N, где M — мантисса, Q — основание и N — экспонента. Такая форма позволяет кратко записать как очень большие числа, так и очень маленькие числа. Число 150 можно представить в виде 150, умноженное на 10 в степени 0, или 15, умноженное на 10 в степени 1, или 1,5, умноженное на 10 в квадрате, или 0,15, умноженное на 10 в четвертый. И все эти записи будут экспоненциальными с основанием равной системе счисления, то есть десяти. Любая из записей выше верная, но чтобы компьютер понимал, как восстанавливать числа из экспоненциальной записи, ему нужен единый формат. Для этого есть инструмент нормализации экспоненциальной записи. Нормализация приведет запись к виду, где M больше либо равно 1 и меньше Q. То есть мантисса должна находиться между единицей и основанием системы счисления, в нашем случае это 10. В таком случае нормализованной записью будет только 1, 1,5 умноженное на 10 в квадрате. Вторым шагом переводим полученную формулу в двоичную систему счисления. Для простоты восприятия я записал основание 2 и экспоненту 7 в десятичной системе счисления, но в памяти они будут храниться в двоичной. Попробуйте перевести несколько других чисел в экспоненциальный вид. Вы заметите, что мантисса всегда будет иметь в целой части единицу. Эта единица называется ведущей. Она не хранится в памяти компьютера, но нельзя про нее забывать при восстановлении числа. Теперь становится понятно, откуда в формуле берется 1 плюс M. В памяти хранится только число после плавающей точки. В IEEE 754 выделяют 5 основных форматов хранения чисел. Принцип в них один и тот же. Отличается количество бит памяти от вводимых для хранения числа. Эти форматы названы по их числовой базе. В 64-битных архитектурах процессора можно использовать все 64 бита для сохранения числа. Этот формат так и называется – Binary64. Чем больше бит отводится под хранение числа, тем точнее оно будет к исходному. 64 бита на хранение числа разбивают на 3 промежутка. 1 бит для хранения знака. 11 бит для экспоненты со смещением. И 52 бита для дробной части мантисы. Иногда в программе приходится работать с маленькими числами, например, в промежутке от минус единицы до единицы. Тогда в нормализованной экспоненциальной форме знак экспоненты будет отрицательный. Как в таком случае сохранить знак? Для экспоненты отводится 11 бит памяти. То есть значения, которые можно туда записать, будут лежать в промежутке от 0 до 11 единиц в двоичной или 2 в десятой минус 1, что равно 2047 в десятичной. В IEEE 754 предлагают не хранить знак экспоненты, а добавлять смещение и хранить ее со смещением. Смещение равно целой части максимального допустимого значения экспоненты, деленного на 2. 2047 поделить на 2 получится 1023. Таким образом, экспонента теперь может находиться в промежутке от минус 1023 до 1023. Смещение гарантирует нам, что она попадет в промежуток от 0 до 2046. Другими словами, к исходному значению экспоненты надо прибавлять 1023, чтобы получить ее представление в памяти. Мы разобрались с мантисой, экспонентой и сдвигом. Теперь у нас есть все необходимые знания, чтобы закодировать число в память компьютера. Вернемся к числу 150. Мы выяснили, что в нормализованной экспоненциальной форме в двоичной системе счисления оно будет представлено в следующем виде. Где 7 — это экспонента. Со сдвигом она равна 1030. Все, что после целой части — дробная часть мантисы. Обратите внимание, что у исходного числа знак плюс, поэтому степень знака будет равна нулю. Так мы получили представление числа 150 в памяти программы, исполняемой на JavaScript. Имейте в виду, что мы сохраняем дробную часть мантисы, поэтому незначащие нули добавляются после полученного числа. С экспонентой ситуация обратная. Если экспонента отрицательная или ноль, то со смещением она попадает в промежуток от нуля до 1023. В таком случае незначащие нули надо будет вставить в начало числа. Давайте теперь попробуем вывести максимальное натуральное число, которое можно сохранить в памяти компьютера. В знаке у него должен быть плюс, значит степень равна нулю. Мантисса равна 52 единицам, а экспонента со сдвигом максимально возможному числу. Ранее мы вывели, что оно равно 2046. Таким образом, максимальное число в двоичной системе счисления будет иметь следующий вид. При переводе в десятичное число получается вот такой результат. Это максимально возможное значение, которое можно сохранить в памяти компьютера по правилам стандарта IEEE 754 и формата Binary64. В JavaScript вы можете получить к нему доступ с помощью свойства MaxValue объектной обертки типа Number, класса Number. Вы могли обратить внимание, что хранимых значений экспоненты со сдвигом получается 2046, но как мы выяснили раньше, 11 бит достаточно для хранения 2047 значений. Еще одно значение не потерялось, оно специально зарезервировано. По стандарту IEEE 754 есть три специальных числа, которые можно закодировать 11 единицами в битах экспоненты. Плюс бесконечность – число больше, чем максимально возможное хранимое в памяти. Минус бесконечность – соответственно число меньшее минимально возможного. None или Nottenumber – это тоже число, оно характеризует неопределенность, полученную, например, при делении любого числа на 0. Специальные числа хранятся в следующем виде. Плюс бесконечность кодируется с помощью 0 в бите знака, 11 единицами в битах экспоненты со сдвигом и 50 двумя нулями в битах мантисы. Минус бесконечность кодируется так же, как и плюс бесконечность, только с единицей в бите знака. Nottenumber может иметь в бите знака и мантисе любые значения. В экспоненте со сдвигом 11 бит единиц. Вернемся к проблеме, с которой я начинал рассказ про числа. Возьмем числа 0,1 и 0,2 и посмотрим, почему в сумме не получается 0,3. Переведем 0,1 из десятичной системы счисления в двоичную. Целая часть 0,1 равна нулю, она так и переводится в двоичную. 0,1 умножаем на 2 и получаем 0,2. Целую часть от полученного запишем в результат перевода дробной части 0,1 в двоичную систему, а дробную снова умножим на 2. 0,2 умножить на 2 будет 0,4. Целую запишем в результат, 0,4 снова умножим на 2. Итак, будем продолжать, пока в дробной части не получится 0. Как видно, к сожалению, алгоритм не имеет конца и в дробной части никогда не получится 0. Это значит, что число 0,1 в двоичной системе счисления является бесконечной дробью. В памяти компьютера сохранить бесконечную дробь, конечно, не получится. Поэтому мы можем лишь приблизить сохраняемое значение к исходному числу 0,1. Приведем нашу бесконечную дробь в нормализованную экспоненциальную форму. Отсюда выведем экспоненту со сдвигом. Добавим незначащий 0, чтобы занять 11 бит. Получим вот такое число. Число положительное, значит в бит знака положим 0. В результате получим следующую картину в памяти. Проделаем все то же самое с числом 0,2. Это полезное упражнение, поэтому предлагаю вам поставить видео на паузу и выполнить его самостоятельно. В итоге у вас должно получиться вот такое представление. Я думаю, вам уже стало понятно, почему сложение чисел 0,1 и 0,2 не даст привычный 0,3. Я не буду в этом видео разбирать, как складывать числа в арифметике стандарта IEEE 754. Это достаточно сложный процесс. Чтобы понять принцип, нам достаточно перевести числа обратно из представления, которое получилось в памяти, в привычное десятичное. При переводе дробей из двоичной системы в десятичную придется складывать отрицательные степени двойки. Все эти дроби будут иметь конечное десятичное представление, но ручной расчет займет много времени. Поэтому я воспользовался математической библиотекой и получил в результате перевода нашего числа десятичную дробь, которую вы видите на экране. Эта дробь приближается к 0,1, но никогда не достигнет этого числа. Такая же картина повторится и с нулем целых двумя десятыми. Конечное представление чисел в памяти дало нам очевидную погрешность, которая не позволила в результате сложения 0,1 и 0,2 получить 0,3. В разных реализациях стандарта IEEE 754 погрешность представления числа будет разной. Она зависит от количества бит, отводимых под мантису и экспоненту. Чем больше бит выделяется под хранение числа, тем ближе оно будет к искомому. Чем меньше, тем погрешность будет больше. В любом из этих случаев ошибка представления будет всегда, если число непредставимо в виде конечной двоичной дроби. Иногда погрешность может быть крайне малой, и тогда вы получаете в консоли арифметически ожидаемый результат. Например, 0,7 от сложения 0,3 и 0,4. Но происходит это лишь за счет сложных алгоритмов вычисления погрешности. Эти алгоритмы оставим за рамками нашего курса, так как они больше про математику, нежели про программирование. Теперь у вас есть объемные знания, которые позволяют понять, как устроено хранение чисел в памяти JavaScript. На самом деле стандарт IEEE 754 лежит в основе многих реализаций языков программирования, поэтому эти знания будут полезны и в изучении других технологий. Подведем итог. Типы данных Number — это целые числа и числа с плавающей точкой. ECMAScript их никак не разделяет. Number хранится в памяти с помощью стандарта IEEE 754. В IEEE 754 выделяют пять основных форматов хранения чисел по принципу количества бит памяти, отводимых для хранения числа. В 64-битных архитектурах процессора можно использовать все 64 бита для сохранения числа. 64 бита на хранение числа разбивают на три промежутка. Один бит для хранения знака, 11 бит для экспоненты со смещением и 52 бита для дробной части мантисы. В IEEE 754 предлагают не хранить знак экспоненты, а добавлять смещение. Смещение равно целой части максимального допустимого значения экспоненты, деленного на два. Есть три специальных числа, которые можно закодировать с помощью 11 единиц в битах экспоненты, плюс бесконечность, минус бесконечность и NUN. Ошибка представления числа будет всегда, если оно непредставимо в виде конечной двоичной дроби. Погрешность в представлении будет разной. Чем больше бит выделяется под хранение числа, тем ближе оно будет к искомому. Чем меньше, тем погрешность будет больше. Это была пятая серия курса по фронтенд-разработке на канале Авитотех. Ставьте лайки и оставляйте свои комментарии под видео. Там же вы найдете список полезных ссылок из выпуска. В следующий раз поговорим о том, как работать с большими числами в JS и типе данных Begint. До встречи!